Приветствую, дамы и господа! Всех с Новым Годом! Перед тем, как перейти к классическим пожеланиям счастья и здоровья в Новом Году, хотелось бы совершить последний в этом году рылок и поговорить о серьезных вещах. Чуть больше двух недель назад Владимир Владимирович пообещал ускорить газификацию страны так, чтобы, цитирую, к 2025 году довести уровень газификации с нынешней 70% до 90%. Либеральная публика очень любит вести счет обещаниям Путина, которые не были выполнены. И жаждут, чтобы этот список пополнялся и далее. Не будучи частью этой публики, я попадаю в забавную ситуацию. Не знаю, насколько данное обещание реализуемо, но я очень надеюсь, что именно оно таки попадет в копилку невыполненных. Почему так? Так получилось, что об этом я уже высказывался в одном из ранних своих видеороликов, и конкретно по этому поводу. Если хотите подробнее, переходите на него по подсказке. Если очень кратко, то потому, что я считаю, что многие села и деревни существуют как клоповники, на своем хозяйстве, ничего для экономики не производя и ничего от нее не потребляя, и при этом находятся в логистически труднодоступных местах. По моему личному мнению, в отношении конкретно подобных мест нужно проводить программы по их льготному переселению в места, которые уже охвачены всеми видами инфраструктуры, как минимум для того, чтобы эти люди были широко включены в социальную сферу и положительно влияли на рождаемость. И лишь потом, когда трудовых ресурсов в силу повышения рождаемости станет больше, отстраивают на территории страны инфраструктуру, рассчитанную на более высокую плотность населения. Но вместо того, чтобы делать что-то подобное, к ним предлагают проводить газ. А это плевок на собственные слова о том, что в стране требуется повышать эффективность труда, потому что прокладывать туда газ, это, мягко говоря, неэффективно. Но, по сути, все, что я сейчас говорю, лишь подводка к тому, что я хочу сказать, притом подводка скорее эмоциональная, а не фактическая. Я, в конце концов, как и любой человек, могу быть в своих разумениях неправ и слишком поверхностно понимать данный вопрос, чтобы давать стране какие-то рецепты. Но недавно ко мне пришла мысль. А если я все-таки прав и будь все по-моему, было бы ли этого достаточно, чтобы сделать труд в России эффективным? Под будь по-моему, я имею в виду, что вот правительство взяло и провело подобную программу по переселению. Она бы сработала, и потом население пошло бы обратно вширь на территорию страны. После чего села бы строились в тех местах, где это стратегически и экономически целесообразно. Притом с такой плотностью застройки, чтобы там было целесообразно и построить свои учреждения здравоохранения, школы, ну и хотя бы однополосные, но асфальтированные дороги. И я прихожу к мысли, что, наверное, да, так было бы лучше. Но я вот очень сильно сомневаюсь, что можно было бы твердо сказать, что этого достаточно. В начале видеоролика я, сидя в Москве, где сейчас 3 часа дня, поздравил вас с Новым Годом. Очевидно, что я не оговорился, но большинству из нас Новый Год лишь предстоит. При этом, в это же самое время, где-то далеко от меня, на Камчатке, в эти самые минуты, Владимир Владимирович уже произнес свою новогоднюю речь. Куранты отбили свое, и люди поднимают вверх бокалы шампанского. К чему я, собственно говоря, введу? Россия – страна 11-ти часовых поясов. Будь все так, как я описал, или даже лучше, этот факт бы не изменился. Будь у нас выше плотность населения, будь у нас дороги такие же или даже лучше, чем в Европе, мы все равно останемся страной, которая длится 10 тысяч километров с запада на восток. И мы всегда будем в той или иной мере страдать от этого факта в смысле логистики и стоимости каждого отдельного действия. Понимание этого факта заставило меня задуматься, а что же еще нужно сделать по данному вопросу? Начну издалека. Каждую новогоднюю ночь существует некая традиция благодарить тех, кто празднует Новый год на рабочем месте. То есть врачей, пожарных, полицейских и так далее. Несомненно, они заслуживают всех благодарностей. Однако, по факту, уважение к этим профессиям более высокое в нашем обществе и в любой другой день, а не только в новогоднюю ночь. Лечить людей или быть манагером престижнее, чем ремонтировать канализационную трубу или налаживать работу станка на заводе. В основном, но не только, конечно же, мы уважаем заметные в обществе профессии, завязанные на событийности. В то время как на второй план отходят профессии, завязанные на постоянно возможном. Я сейчас объясню, что я имею ввиду. Врач спасает умирающего человека, за что получает от нас безмерное уважение. Но, по факту, работающая канализация за время своего существования спасла куда больше людей, чем все врачи вместе взятые. Потому что не дала случиться бесчисленному количеству эпидемий, которые ранее случались в тех городах, где говно выливали через окно на улицу. Но, при этом, канализационные сантехники, которые копаются в этом самом говне, у нас такого трепета, как врачи, почему-то не вызывают. Если любая профессия существует, то она нужна. Человек, которому нужно жилье, дает работу строителю. Строитель дает работу коммунальщику. Коммунальщик дает работу столевару. Столевар дает работу медицинскому работнику. И это упрощенная связь, в которую включены еще десятки трудящихся на самом-то деле. Мы все, друг без друга, ничего не можем. К чему я, собственно говоря, введу? И при чем тут эффективность труда? На мой взгляд, Магнус Опус Булгакова является далеко не мастером Маргарита, а вполне себе собачье сердце. В нем есть мудрейший рецепт о хорошей жизни в любой точке этой планеты, в диалоге про разруху в стране. Вы можете применять его к реальному миру как-то по-иному, но я его применил сейчас расскажу как. Для того, чтобы труд был эффективен, каждый человек должен находиться на том месте, к которому его существо больше всего располагает. Для того, чтобы так происходило, нужно сделать так, чтобы детям, которые плохо учатся, родители рассказывали что-то более осмысленное, чем страшилки о том, что их чадо станет сантехником или дворником. Естественно, я сейчас утрирую. Речь далеко не только о детях, далеко не только о родителях и далеко не только о дворниках. Институт престижа профессии должен быть уничтожен, а на его месте должен быть возведен институт компетенции и удовлетворенности своим трудом. И это не менее важно, чем построить в стране инфраструктуру. Человек может пойти работать строителем, зная, что не будет получать какую-то заоблачную зарплату. Но если он будет выполнять свою работу от души, зная ее важность качественно, то это повлияет на тысячи других людей, которые, в свою очередь, рано или поздно повлияют и на его жизнь. Потому что хорошо построенный дом простоит дольше, а значит освободит трудовые ресурсы на строительство других домов. Или в хорошо построенном доме можно реже делать ремонт, что сэкономит деньги жильцам. Сэкономленные деньги жильцов пойдут на образование их детей, а более образованные дети впоследствии шире повлияют на экономику, чем не образованные. Естественно, что я сейчас сильно упрощаю, но не просто же так говорят, что рука руку моет. Самое приятное, что то, о чем я сейчас говорю, реализуемо без всяких постановлений правительства, выделения финансов и принятия законов. Все, что нам нужно, это перестать мерить других людей по себе и, безусловно, уважать окружающих нас трудящихся и, что не менее важно, самих себя и свой труд. Что позволит последующим поколениям занять свои места в жизни без боязни, что на них будут косо смотреть. К чему вас в наступающем году и призываю. Призываю вас уважать и свой, и чужой труд, каким бы он ни был. Если у вас есть подобный родственник, рекомендую позвонить 50-летнему алкоголику дяде Эдуарду, который работает электриком за 30-40 тысяч в месяц. И не презирать его, а от всей души поздравить с Новым Годом и пожелать трудовых успехов в последующем году, чтобы он знал, что он нужен. Потому что вполне возможно, что и пьет он последние 20 лет из-за осознания себя ничтожеством. Ничтожеством, живущим в окружении успешных и необходимых монагеров, чиновников и прочих ютюберов. На этом заканчиваю со смысловой частью и перехожу к пожеланиям. От всей души вас поздравляю с окончанием этого реально поехавшего года. Год был тяжелый, при этом в этот раз по-настоящему, а не по версии мимоделов с МДК. И хорошо, что мы его пережили. Не знаю, будет ли лучше год следующий, но если жизнь идет по синусоиде, то уж надеюсь, что это была ее нижняя часть. И хуже уже не будет, потому что, ну куда уж хуже-то. В любом случае, чтобы восстановить запас прочности, нужно оставить все плохое в году предыдущем. От греха подальше. Всем всех благ, поздравляйте своих близких и любимых и будьте здоровы. До скорых встреч в следующем 2021 году.